Хорошо. Тверь. Муж в дверь, жена в тверь. Или наоборот. Да, наверное, так. Так, ну что, наверное, мы можем начинать. 20.04 на скользкое время. Да, хорошо. Давайте мы начнем. Значит, сначала давайте я скажу несколько слов предварительных о том, как я вижу ситуацию, ее причины и ее всякие возможные последствия. Потом действительно мы сможем задать вопросы, то есть вы сможете их задать, я смогу на них ответить. Сначала несколько таких предварительных замечаний, как, знаете, бывает в договорах, примечания со звездочкой внизу мелким шрифтом. А сейчас действительно такая ситуация, которая привлекает пристальное внимание всех социальных наук. Мы видим невероятного масштаба полевой эксперимент над всем человечеством. И экономисты, и антропологи, и криминологи, и политологи смотрят на это, конечно же, затаит дыхание. Но если вам кто-то скажет, что он понимает причины произошедшего и его последствия, то плюньте в глаза этому человеку. На самом деле нет. Мы можем строить предположения, частью своих предположений я с вами поделюсь, но говорить о том, что нам прям вот все понятно, нельзя. И тем более говорить о том, что мы знаем, куда это все вывернет, нельзя тем более. Тем не менее, сделав этот дисклеймер, несколько предварительных соображений следующего характера. Во-первых, те, кто слушал мои лекции предыдущих лет, знают, что я часто говорю о так называемых больших трендах, о больших глобальных процессах, которые действительно затрагивают всех ныне живущих людей, даже тех, кто не знает об их существовании. Так вот, когда я их описываю, я обычно говорю, что большие тренды называются большими, потому что они не могут быть описаны какой-то одной фразой, им не может быть дано какое-то одно определение. Если еще проще, они не бывают, что называется, хорошими или плохими. Сейчас, в общем, будет понятно, что я имею в виду. Я считаю, что основное, скажем так, даже не причина, а основная почва, на которой происходит все то, что с нами происходит, это один из таких больших трендов, а именно повышение цены человеческой жизни. Казалось бы, это тенденция, в которой не может быть ничего дурного. То, что людей стали больше ценить и меньше убивать, это хорошо. Мы все в этом заинтересованы. Но большие тренды на то и большие, что они чрезвычайно многосторонние. Поэтому даже такая, казалось бы, светлая тенденция, как это самое глобальное снижение насилия. Вот, кстати говоря, вот вы видите, у меня за спиной, сейчас я тоже аккуратно обернусь, вот эту книжку. Вам она видна, по-моему, в каком-то зеркальном отражении, как в Алисе в Зазеркале. Но, тем не менее, это Стивен Пинкер, мой любимый. Коева, я надеюсь, что, несмотря на всю чуму и карантин, все-таки русский перевод выйдет в этом году, потому что я его научный редактор, я очень заинтересована в том, чтобы этот перевод вышел. Так вот, эта книга называется, ну, у нее там есть, так сказать, основной заголовок, который про ангелов, в русском переводе он будет звучать иначе. Но внизу тут написано, why violence has declined, почему насилие снизилось. Так вот, вот этот вот светлый и прекрасный тренд снижения насилия и повышения цены человеческой жизни приводит ровно к тому, что мы сейчас с вами видим. Человеческая жизнь стала настолько дорога, что никакое правительство в мире не может себе позволить человеческие потери, когда их можно предотвратить или когда общество считает, что они могут быть предотвратимы. Причем таким образом действуют и демократические правительства, и правительства авторитарных стран. Меры, которые они принимают, чрезвычайно похожи. На вопрос, хорошо ли спасать потенциальных жертв болезни, убивая всю экономику, отвечают экономисты. Существуют расчеты, которые показывают, что, грубо говоря, если ничего не делать, вот отказаться вообще от карантинных мер, дать умереть тем, кто умрет, лечить тех, кого можно лечить, все остальные пусть живут, как жили, то это вызовет больший экономический убыток, чем все те чудовищные карантинные меры, которые сейчас переживает мировая экономика. И в этих расчетах вписан бесчеловечный параметр уменьшения ценности людей по мере их старения. То есть даже с этой переменной все равно убыток от человеческих потерь выше любого другого убытка. Потому что современная экономика – это экономика услуг, а не экономика ресурсов. Это экономика, которая действует действительно на человеческом труде. Причем все больше и больше не на труде в промышленности и не на труде в сельском хозяйстве, которые, вот эти две сферы основной занятости прошлых веков, требуют все меньше и меньше человеческих рук. А на труде в сервисе, в сфере обслуживания, в разнообразной сфере интертейнмента и в сфере управления. Сейчас это ровно те сферы, которые страдают от закрытия всего, но это ровно те сферы, которые являются для современной экономики основными, и для них нужны люди. Поэтому сбережение этих людей является рациональной экономической стратегией, каким бы убыточным это ни казалось, на короткой дистанции. Еще одно не такое светлое последствие повышения цены человеческой жизни – это примат ценностей безопасности над всеми остальными. Что такое вообще ценности безопасности? Если мы посмотрим основную нашу схему ценностей, это схема Инглхарта, ту, которую я тоже все время рекламирую на этой известной карте с облачками, то там будет вот эта вот горизонтальная ось, на которой ценности располагаются по шкале от безопасности, сбережения, сохранения до самовыражения, прогресса и развития. Считалось до недавнего времени, что развитые страны, страны прогрессирующие, придерживаются ценностей развития и прогресса, а страны бедные сконцентрированы на ценностях безопасности и сбережения. Мы с вами, Российская Федерация, в этом смысле очень близко были к левому краю этой шкалы, то есть мы совершенно помешаны на безопасности. Это во многом заметно, от количества охранников до, собственно, власти этих охранников. Вот по всем нашим социологическим параметрам видно, насколько мы боимся потерять то, что имеем, скорее сконцентрированы на сохранении. Туда же привязывается одно из наших основных социально-экономических проклятий – низкий уровень доверия, как институционального, то есть доверия институтам, так и межличностного, то есть доверия людям. Вот это все такой один мешок ценностей, которые считались коррелянтами отсталости или, по крайней мере, скорее стагнацией, чем развития. Но что выяснилось в течение времени? Выяснилось следующее, что весь остальной мир, который быстро развивается, который такой прогрессивный, который хочет нового, который уже достаточно насытил свое чувство базовой безопасности и теперь может искать приключения на свою голову, тоже на самом деле во главу угла ставит ценности безопасности. Есть разные классификации этих самых ценностей безопасности, есть так называемые safety, есть security. Safety – это обычно переводится как безопасность для человека, то есть его безопасность. Security – это безопасность как контроль, as in, как в выражении Федеральная служба безопасности, никто не ассоциирует эту аббревиатуру с безопасностью, в смысле с каким-то безопасным местом, где вам ничего не угрожает. Наоборот, это воплощенная угроза. Но это вот security, а есть safety. Тем не менее, при всех этих различиях, очень значимых, нельзя не видеть, что это один куст понятий. Человечество готово жертвовать свободами ради безопасности. В 20 веке оно жертвовало свободами, которых было не очень много, поэтому жертва не казалась особенно серьезной, ради достижений, ради победы, ради построения чего-нибудь, неважно, социализма или капитализма. Ценности экспансии, преодоления и достижения, то есть такие ценности того, что называется military culture, военной культуры или культуры чести, иерархической культуры, они были значимыми. Ситуация поменялась за последние, наверное, лет 70, особенно, конечно, за последние лет 25. Культура чести теперь ассоциируется скорее либо с отсталыми странами, либо с уголовной романтикой. А вот эта вот самая гуманистическая наша культура, та, которая, еще раз повторю, во главу угла ставит человека, его жизнь, здоровье и безопасность, она, как оказалось, тоже жертвует свободами. Но не для того, чтобы победить врага, а для того, чтобы никто не пострадал. Поэтому мы видим, как демократические страны тоже запрещают людям выходить из дома без письменного разрешения, потому что иначе кто-то может заболеть и пострадать. Это не то, чтобы очень сильно бы стало для нас всех сюрпризом, хотя, конечно, чрезвычайная ситуация, она чрезвычайная, поэтому она поражает воображение. Но понимаете, когда до этого у нас ограничивалась свобода слова, например, ради того, чтобы никого не обидеть, ради того, чтобы не запрещалось употреблять какие-то слова, потому что определенные группы находят их оскорбительными, и вообще расцвела вот эта самая культура обиженности, культура виктимности, жертвенности. Не жертвенности не в смысле готовности принести себя в жертву, а в смысле готовности объявить себя жертвой и за это потребовать каких-то льгот и скидок, себе каких-то привилегий. Это тоже было оно. И мы тогда говорили, многие из нас говорили о том, что вот смотрите, вот эта борьба между свободой и безопасностью, безопасность в ней выиграла. Тем не менее, у нас с вами ограничение свободы ассоциируется с насилием. То есть мы не очень себя представляем ограничение свободы без там полицейской дубинки. И она, конечно, недалеко где-то находится, но все же мы видим, вот именно в этой пандемии ровно то характерное соотношение последних 25 лет трупов меньше, запретов больше. Меньше жертв, меньше, собственно, пострадавших, но больше ограничений. Я ни в коем случае тут не хочу из себя изображать какого-то ковидоскептика. Все, в общем, как говорят нам врачи, достаточно серьезно. И более того, все те меры, которые принимают правительство мира, они так похожи, не только потому, что они друг на друга смотрят, но и потому, что все они смотрят на рекомендации ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения, в общем, всем рассказала, объявив пандемию, как надо себя вести. И все от Китая до Италии и там запоздалые Соединенные Штаты более-менее, то, что называется, встраиваются в эту колонну, начинают идти в ногу. Так вот, я не хочу сказать, что это все какая-то выдуманная угроза, но, что называется, интересно будет, когда мы, например, увидим статистику за 2020 год, по окончании 2020 года, и выяснится, что в той же Италии смертность в первые полгода будет такая же, как была смертность в первые полгода 2019 года. Это вполне возможно. Более того, по первым месяцам года так и получается. Но из этого не следует, что все эти меры были напрасны. Вам на это всегда скажут, что если бы мы ничего не сделали, вот тогда бы, тогда бы у нас были чудовищные совершенно человеческие потери. Ну и потом, конечно, средние цифры по стране совершенно не помогают утешиться тем людям, которые как в Бергамо, которая там вымерла, действительно, в довольно значительной степени, потому что потери эти распределяются неравномерно. Тем не менее, моя, собственно, мысль состоит не в том, чтобы разоблачать фальшивый вирус, а в том, чтобы показать, на каких именно уже имеющихся рельсах едет то, что сейчас едет. Последнее, что я скажу, прежде чем мы перейдем с вами к нашим с вами вопросам, я хочу сказать следующее. Чрезвычайная ситуация выглядит, собственно, чрезвычайно. Как я уже сказала, она поражает воображение и приковывает внимание. Тем не менее, надо понимать, что такого рода обстоятельства, обычно называемые кризисы, не приносят ничего нового. Они ускоряют те процессы, которые шли уже до этого. Ну, например, сейчас это как раз очень наглядно видно, что развивалось достаточно бурно в последние десятилетия. Онлайн-сервисы, удаленная работа, доставка и слежка. Как от имени государства, так и от имени корпораций, сбор больших данных и оперирование имени. Пришла беда, используются именно эти инструменты, а не какие-то другие. Если бы в предыдущие десятилетия развивалось там, я не знаю, опять же, массовые убийства или религиозные помешательства, то действовали бы они. Каждая эпоха оперирует тем инструментарием, который есть свойственным. Одновременно то, что загибалось, то есть как бы собиралось помирать, но поскольку его никто не толкал, то оно не падало, разваливается довольно быстро. Тут примеры привести пока труднее, потому что пока ничего не развалилось. Но потом, когда вот эта вот чрезвычайная фаза пройдет, мы увидим интересные последствия. Что касается последствий, пару слов все-таки скажу о них. Нельзя исключать такого варианта, что каких-то глобальных изменений жизни не произойдет. Мы сейчас, сидя вот в это его сердце чрезвычайности, в этом глазу бури, говорим, как заведенные, повторяем эту фразу, мир никогда не будет прежним. Но понимаете, в чем дело? Карантин снимут. Жертвы человеческие будут не так велики, как в фильме «Мстители». Значит, никакой Танос пальцами не щелкнет, слава богу. Поэтому нельзя сказать, что мы выйдем в пустевшие улицы. Отскок цен на то, что сейчас подешевело, тоже произойдет, потому что экономическая активность возобновится. Восстановительный рост в базово-здоровых экономиках бывает очень бурным. Даже после там, я не знаю, какого-то цунами в Японии, когда, казалось бы, все слезало коровым языком, ничего нет, только грязь и палки, через несколько месяцев уже ничего не видно, никаких следов бедствия, потому что люди приходят, все это разбирают и застраивают заново. Так и здесь. Еще раз повторю, восстановительный рост – это хорошая вещь после войны, пожаров. Пожары всем способствуют к украшению, не только Москве 2012 года, всем. Это несколько звучит жестоко, но, тем не менее, это экономический закон. Поэтому, может быть, еще через полгода особенных следов произошедшего не останется. Но, как я уже сказала, так сказать, растущая растет, а загибающаяся помирает. По русской пословице, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Те экономики, которые стагнировали до этого несколько лет, не будем показывать пальцем, они могут не выдержать этого потрясения, которое экономике базового здоровья только на пользу. Умылося в снегу и лишь румяне стало наперекор врагу. Они от этого только, опять же, в огне страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и дают они, значит, пышный цвет и тяжкий плод. Но возраст поздний и бесплодный на переломе наших лет печален страсти поздний след. Давайте дальше будем теперь читать внезапно Евгения Онегина до самого конца. К счастью, последняя глава там осталась не так много. Так вот, тем не менее, что, похоже, останется? На что мы ориентируемся, когда даем эти прогнозы? Мы ориентируемся на предыдущие такого рода потрясающие в буквальном смысле события и то, что называется у психологов разделенный опыт. Разделенный – это не тот, который нас разделяет, а наоборот, тот, который нас объединяет. Опыт, который переживают многие люди одновременно. А предыдущий такой опыт это был, например, теракт 11 сентября. К ним по-разному люди относились, кто-то ужасался, кто-то злорадствовал, это неважно. Точно так же, как сейчас неважно, кто верит в вирус, а кто не верит в вирус. Все равно переживают все одно и то. Так вот, что произошло после 11 сентября? После 11 сентября, во-первых, появились новые нормы, регулирующие то, как мы передвигаемся. Это многоступенчатые проверки в аэропортах, это рамки на входе везде, это открывание сумок, когда мы хотим войти практически в любое публичное место, это повсеместная охрана. И второе, что начало происходить и дальше расцвело бурным цветом, это нового типа спецслужбы. Первой такой спецслужбой стала NSA, National Security Agency в Америке, в которой не было до этого никаких своих аналогов ФСБ. Вот она появилась, получила большие полномочия и они начали разрабатывать технологии слежки за людей. Трекинг, слежение вот этого самого Surveillance. Surveillance State, государство наблюдения, начало появляться тогда. Оно начало появляться технически и оно начало появляться законодательно. То есть эти нормы стали имплементироваться в законодательство стран мира. Дальше все следуют за гегемоном, все следуют за лидером и по этому образцу начинают создаваться либо новые службы, либо перевооружаться старые и начинает меняться законодательство. И дальше, поскольку интернет бурно развивался ровно вот в это время, то он развивался и в этом направлении тоже, и в направлении сбора данных и слежения. Появились первые смартфоны, начали появляться, и они стали нашим, так сказать, выносным мозгом, третьей почкой, вторым сердцем. Мы не можем без них жить, и они за нами следят. Китай, который конструировал свой интернет иначе, у них он рос и развивался на коленях государства, поэтому стал возможен китайский фаервол, великая китайская стена, он пошел по этому пути активнее прочих, потому что они не демократии, они могут себе позволить такого рода штуки вытворять со своими людьми. Вот они стали тоже очень активно развивать и применять эти самые технологии, которые позже получили название китайской системы социального кредита. Вот эти вот самые штуки, которые нам чуть-чуть краешком показали в Москве, и все охолодели от ужаса. И шум поднялся такой, что немедленно там все стали московские чиновники, вплоть до мэра выступать и говорить, нет-нет-нет, ну что вы, мы же все москвичи, типа родные люди, ну зачем же, ну не зверь же мы какие-то. Ну зверь не зверь, мы видим, что, например, в Татарстане тоже чрезвычайно продвинутый урбанистический и технически, технологический субъект Федерации Национальной Республики что-то такое, вводятся такие QR-коды на выход из дома. Сейчас это могут не выкатывать, чтобы не раздражать людей, которые так раздражены, но поверьте, это никуда не денется. Итак, развивается то, что развивалось и до этого. Толстый сохнет, худой сдохнет. Значит, это эти инструменты слежения будут продолжать внедряться в нашу жизнь. И второе, что похоже произойдет, это секьюритизация медицины. То есть, придание медицинским службам веса и полномочий служб безопасности. Ну, например, к рамкам металлоискателей мы все привыкли, возможно, мы увидим рамки или какие-то датчики температуры на выходе из подъездов или на входе куда бы то ни было. Человек с повышенной температурой или которого определили в качестве такового, потому что термометр там как-то заглючил, он никуда не выйдет и никуда не войдет. И дальше к нему там прилетит какой-нибудь медицинский дрон и не знаю, что ему в лоб ему выстрелит каким-нибудь снотворком. А вот такие вот такого рода вещи, такого рода инструменты контроля, какие-нибудь обязательные браслеты для ношения, которые будут нам замерять тоже пульс там и уровень сахара и чего-нибудь еще. Все ради, понимаете ли, вашей бесценной жизни, все ради вашего выдающегося здоровья. Я не то чтобы сейчас хочу рисовать какую-то страшную картину, опять же, из Оруэлла, как кто-то хорошо написал про Оруэлла, книга, которая не предсказала ни один политический режим, никогда вообще, ever, считается такой вот классикой политического пророчества. Каждый считает, что это похоже на любого его текущего президента. На самом деле, это не похоже ни на кого, то, что там описано, не очень похоже даже на советские нравы 30-х. Хотя, конечно, списано-то с этого, понятно, что имел в виду автор, но и там это не похоже, а ни на что последующее, это не похоже вообще нисколько. Но, тем не менее, вообще выяснилось, и выяснилось не сегодня, и не вчера, что вот эта вот прозрачность, транспарентность, доступность информации и большой брат, который за тобой наблюдает, это одно и то же. Граждане наблюдают за государством, корпорации наблюдают за гражданами, государство пытается наблюдать за всеми, но и само вынуждено тоже в значительной степени открываться. Это, еще раз повторю, устойчивая тенденция, а устойчивые тенденции хороши тем, что они не только не прерываются с какими-то, так называемыми, чрезвычайными ситуациями, а наоборот, они от них усиливаются. Я еще раз хочу обратить на это внимание в завершении своей вступительной речи, потому что мы с вами склонны мыслить по-другому. Мы думаем так, вот мы жили-жили, что-то у нас тут росло и развивалось, потом пришла беда, прилетел черный лебедь, и все это обнулилось, все это оказалось ненужным, все это обрушилось, и наступила какая-то новая жизнь. Этого не происходит, это не так. Мы жили-жили, у нас развивались какие-то тенденции, часть мы замечали, часть мы не замечали, потому что того, что перед глазами мы не замечаем, слона в комнате никогда никто не видит, это закон нашего восприятия, особенности это касается социальных тенденций. Потом прилетел, предположим, черный лебедь, или прибежал белый, значит, песец, и то, что до этого развивалось медленно, стало развиваться скачкообразно, то, что мы не видели, вдруг вылезло так, что этого нельзя было не видеть, то, что, еще я повторю, держалось на инерции, рухнуло. Вот это вот, вот это рухнуло. А то, что усиливалось, оно начинает усиливаться только сильнее. Вот на этом важном поинте я, пожалуй, завершу, потому что действительно говорят нам, что у нас много-много вопросов. Значит, давайте сразу скажу вот что. О чем я не могу вам рассказывать, не могу не в смысле, что мне запрещено, а в смысле это находится вне сферы моей компетенции. Я не понимаю ничего во внешней политике, на это есть другие специалисты. Поэтому про Трампа и про кого-нибудь еще рассказать не могу, не знаю, кто эти люди. А я не очень понимаю в экономических вопросах, меня волнует свой аспект, тот, который влияет на политическое поведение, все остальное, там вот нефть, там тип Саудиты, наследный принц, и сколько будет стоить баррель, это не ко мне. Меня единственный волнует экономический параметр, это реально располагаемые доходы, домохозяйств и граждан. Вот за этим я слежу, а ВВП мне неинтересно. Это второе, о чем я не могу рассказывать. Значит, оштрафуют ли вас, если вы выйдете из дома с мусором? Или вопросы юридического характера? У меня есть, к кому вас отправить, у меня есть прекрасные совершенно методички и эти самые справочники, и живые юристы с горячей линией, которые отвечают на вопросы, я потом ссылочку на них дам. Но сама вот самолично сказать, например, там, насколько вы попадете, если вы поедете втроем в машине, я не могу. Но я могу говорить о меняющемся законодательстве, почему оно меняется, что останется, что исчезнет в этом отношении, а про это я говорить могу. Вот. Так что вот такие, вот такие у нас ограничения, в чем я напоминаю сама себе Джина из «Аладина», из диснеевского мультика, который говорил, что да, я выполняю любое желание, но я не могу никого убивать, я не могу воскрешать мертвых, я не могу заставить кого-то влюбиться в кого-то другого. Все остальное, пожалуйста. Ага. Да, вот смотрите, у нас первый вопрос пришел от Александра. Давайте я его озвучу. Следующий будет видео-вопрос. Екатерина Михайловна, насколько связано развитие некоторых политических процессов России, как конституционная реформа пандемии, или это просто хладение? Бывает ли такое, чтобы все произошло разом? Как вот в этой известной картинке с котами, которая перемещается по интернету, Наташа, вставай, мы все уронили, правда все, Наташа. Бывает ли такое, чтобы все уронили разом? Ну, возьмите, что я вам скажу. Существует некоторый принцип случайного распределения, который на самом деле никто не понимает. Я толком поняла, что такое случайное распределение. Вот опять же читая Пинкера, и опять рекламируем Пинкера. Люди думают, что случайное распределение, это, грубо говоря, если у вас выпадает все время орел, то это повышает вероятность того, что в следующий раз у вас выпадет решка. Не правда ли? А вот нет. Ничего подобного. Случайное распределение выглядит не так. Когда его напрямой рисуешь, то оно гораздо больше выглядит как кластеризация. То есть не было, не было, не было, потом сразу всего много, а потом опять не было, не было, не было. То есть каким-то таинственным образом, не очень понятным, если что-то с вами происходит, это увеличивает вероятность того, что с вами это опять произойдет. Это выражено в таких народных мудростях, как деньги к деньгам, и беда не приходит одна. А также в известном евангельском принципе имеющему прибавится, а у не имеющего отнимется и то, что есть у него. Это ужасная совершенно фраза, но Евангелие вообще довольно экстремистская книга. Читаешь и поражаешься каждый раз. Так вот, значит, поэтому действительно бывает такое, что пришла беда, творя ворота, вот это вот все сразу навалилось. С другой стороны, надо сказать, что наши с вами беды не совсем случайного характера. Само по себе событие вообще не бывает бедой как таковой. Ну, если это не ваше индивидуальное, там вам надо что-то упало, или, не дай бог, заболел ваш близкий родственник, тогда да. Но для большой системы, для социума, для государства, для политической машины никакое однократное событие не является вообще ничем значимым. То есть, ну, например, нефть подешевела, да? А почему это для вас так плохо? А потому что вы такого большого ума, что у вас весь бюджет построен на доходах от продажи ресурсов. А почему у вас такой странный бюджет? Зачем вы ставите свою жизнь в зависимости от фактора, на который вы не можете влиять? А потому что вам 20 лет с этим хорошо жилось, и вам некогда или незачем было что-то менять в этом отношении. Хорошо. Тогда та беда, которая с вами произойдет, будет с одной стороны случайной, сама беда, а влияние ее на вас будет закономерным. Ну, я не знаю, дождь пошел, это случайность, вы этим не управляете, то, что он вам пошел на голову, обозначает, что вы не удосужились починить крышу свою. А что же вы делали-то? А вот давно не было дождя. Вот такая логика, да? Поэтому не в том наша проблема, что произошло несколько сразу каких-то событий, над которыми мы не имеем власти. Проблема состоит в том, что мы не... Мы. Наша политическая система уязвима перед определенными событиями, а именно вот такими. Опять же, сама по себе, сам по себе вирус, это еще не беда. Беда это наша реакция на вирус. Опять же, вот это вот в терминах иммунитета, это в достаточной степени объяснимо. Так что на вопрос ваш ответ следующий. Да, бывает такое, что происходит много всего за раз, но важно, насколько вы готовы к этому подошли. Тут я должна пару слов, конечно, в защиту Российской Федерации сказать. Мы пока, конечно, мы пока на очень начальном этапе, но пока мы ход бедно как-то держимся. У нас еще не разбежали все управленцы, значит, у нас еще не вооруженные банды не грабят магазины, транспорт ездит более-менее, еще не потратили Фонда национального благосостояния, собранный Алексеем Леонидовичем Кудриным, предусмотрительным человеком. Поэтому пока более-менее некоторая управляемость, некоторая устойчивость нашей машине свойственна. Если нам с вами повезет и пандемия не будет очень долгой, и именно в нашем случае она не будет очень большую кровавую жертву с нас собирать, то система это переживет. Я наблюдаю за ней давно, она инерционная, она не способна к росту, она не способна к самореформированию, но устойчивость своя у нее есть. Надо отдать должное нашей многочисленной и дорогостоящей бюрократии. Жить изо дня в день, день прошел, но, слава богу, она пока умеет. Больше не могу о ней сказать, но и меньше не могу. Спасибо большое. Сейчас у нас будет видео-вопрос, который хотели голосом. Это теперь же похоже на игру «Что, где, когда». Да. Против команды знатоков играет наш слушатель. Откуда? Слушатель, вот где-то вот он тут был. Дима, где он? Что? Руакон. А, это я. Ага. Слышно ли меня? Да, слышно вас прекрасно. Здравствуйте. Отлично. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Мой вопрос не о коронавирусе и не о текущей ситуации, не о Трампе. Вы часто говорили, что сейчас в России у власти находятся люди 65+, со всеми вытекающими отсюда желаниями, чаяниями и ценностями. Но рано или поздно эти люди нас покинут так или иначе. Им на смену придут какие-то другие люди. У них будут какие-то другие ценности. Какие это будут ценности и как мы будем жить, когда они придут. И, собственно говоря, все. Можете развить мой вопрос в любую сторону. Спасибо. Вы знаете, сейчас скажу про ценности, но сначала скажу вот что. Мне не очень нравится в вашем вопросе вот этот вот, так сказать, пассивный залог. Придут другие люди и как мы будем с ними жить? Это вы придете, извините, пожалуйста, придете вы. Ваше поколение, собственно говоря. Поэтому можете обратить этот вопрос к себе. Какие у вас ценности? Как вы собираетесь управлять Россией, когда она вам достанется? Когда я говорю о том, что смена поколений больше принесет России изменений, чем в других странах, я имею в виду следующее. Ну, во-первых, очень большой дисклеймер с большой звездочкой. Нет ничего глупее, чем сидеть и ждать чьей-то смерти. Потому что тогда все изменится. Это совершенно идиотическая как личностная стратегия, так и стратегия политическая. Я очень не люблю, когда начинают в этом месте говорить про 40 лет хождения по пустыне, потому что это абсолютно неграмотная интерпретация библейского текста. Значит, уж если опираться на этот исторический пример, то Моисей водил 40 лет по пустыне свой народ. Не для того, чтобы вымерли все, а для того, чтобы научить их быть нацией. Они не сидели, ждали, когда умрут старики. Они ходили, преодолевали трудности, добивали пищу, ели манну, ругались этим Моисеем, поклонялись золотому тельцу, потом разбивали золотого тельца. В общем, у них там был большой социально-политический процесс. И за эти 40 лет они приучились быть единым народом. То есть действовать вместе, ругаться, мириться, убивать друг друга, помогать друг другу. Все, что делает, собственно, нацию нации. Вот что такое хождение 40 лет по пустыне. Тут ключевое слово не 40 лет, а хождение. Значит, в нашем случае вообще не надо ни в какую пустыню, собственно говоря, отправляться. Наша проблема, проблема нашей управленческой системы не в том, что люди 50-х годов рождения как-то особенно дурны и порочны, а в том, что наша система низкоконкурентная. Те, кто находятся на вершине ее, находятся там, не хочется говорить, не по праву, но по стечению случайных обстоятельств, после чего они эти обстоятельства закрепили на долгие годы, не желая уступать место естественной ротации. В здоровой политической системе есть многочисленные лифты социальные, которые, социальные и политические, которые позволяют менять, что называется, кадры, не разрушая саму систему. Как выглядит этот самый рекрутинг в политической системе здорового человека, в отличие от политической системы Куришко. Он начинается с нижних этажей, прежде всего, муниципальной, местной политики. Очень много выборных должностей, очень много выборов на единицу времени. На каждой сельской ярмарке кого-то выбирают. Соответственно, люди, которые имеют политические амбиции, которые имеют какие-то таланты в этой области, пробуют себя. Они становятся муниципальными депутатами, они становятся мэрами городов, они становятся региональными депутатами, они, в конце концов, там идут сначала волонтерами в партии, партийные структуры пронизывают весь социум сверху донизу, дальше ты можешь прийти там в свое местное отделение и проявить себя опять же самым замечательным образом. Дальше они начинают по этой электоральной лестнице подниматься наверх. Из них потом получаются кадры для, там, скажем, федеральных парламентов и претенденты на любые другие более высокие выборные должности. Когда нам говорят, что вот если не кто-то, то кто, да, а кто еще, а назови, вот, скажи, я жду, кто не пьет, да, как в этом самом Покровских воротах, то мы смотрим на вот эту вот пустую заасфальтированную политическую площадку, которая была заасфальтирована преднамеренно. Это не то, что этот асфальт на ней вырос, он не вырос, он на ней положен. Поэтому, естественно, что на ней никого не видно, потому что никого туда не пускают. Каким образом происходит это не пускание, этот самый недопуск, мы все могли видеть на выборах Могурдума в прошлом году в 19-м году. И еще, боюсь, на 2021-го года. По поводу поколенческого перехода. Именно поэтому поколенческий переход значимее, чем для многих других стран, где нет такого монополизма. Сначала у своей мысли проблема не в том, что 60-летние хуже, чем там принципиально 40-летних, а в том, что монополия хуже разнообразия. Это точно так же, как с представительством женщин и разных национальных групп в органах власти. Дело не в том, что женский управленец как-то лучше мужского управленца. Никакой разницы, на самом деле, мы не выявляем социологически. Но разнообразие лучше единообразия, потому что люди одного типа, одного поколения с одним опытом видят только определенную проблематику, а другую не видят. Есть целый ряд вопросов, целый ряд проблем, целый ряд жизненных явлений, которые вообще не попадают им на глаза, они не знают об их существовании. Поэтому должен быть кто-то с другим опытом, должен быть кто-то с другой картиной мира. Тогда управленческие решения становятся просто качественными, потому что обзор шире. Иначе управленец сидит в танке и видит свою вот эту щель. И сквозь нее он смотрит на мир, сквозь прицел этого танка. Вот та картина, которую мы, собственно говоря, имеем в виду. У нас же не просто одного возраста люди сидят, да, у нас средний возраст члена Совета Безопасности 60,4 года. Сейчас уже, наверное, побольше, ближе к 61. И никакие молодые губернаторы в очках совершенно эту картину не меняют, потому что они не являются членами Совбеза, а являются членами Совбеза главы Москвы и Петербурга. Они уже у нас люди в годах. Так вот, это не просто люди одного возраста, это еще и люди одного социального профиля. Те, кого я в недобрую минуту назвала военным пенсионерам из гаражей. Люди, выросшие в иерархических структурах. Люди, выросшие внутри той или иной вертикали с очень специфическим образованием, если его можно назвать образованием. Со своей системой ценностей, вот этой самой культурой и чести, которая осталась уже только в Пакистане и в местах лишения свободы, а у них она процветает замечательным образом. Прошу прощения, у Пакистана это, как это, я не хотела их обидеть. Да, ну, в общем, вот в таких вот традиционных, так называемых, социумах. Они думают, что они такие же, как вообще все человечество и точно уж, как вся Россия, что они представляют страну. На самом деле нет. Россия уже совершенно не такая, она давно не такая, если она когда-нибудь такой была, в чем я лично сомневаюсь. Их набор ценностей отличается от набора ценностей среднего гражданина. Они этого не знают. Сказать им об этом некому. Поэтому их гегемония в процессе принятия решений делает эти самые решения такими специфическими. Ну, мы сейчас это видим довольно наглядно. Значит, люди, принимающие решения, например, не подозревают, каким образом большинство россиян добывают себе пропитание. Им кажется, что все люди получают зарплату. Откуда-то. Из какого-то источника, которому можно приказать платить зарплату, и дальше он будет это делать. Есть и такие. Бюджетный сектор велик. И с 2014 года он еще разросся по причине всеобщего обнищения. Но таковых совсем не все. И даже не половина. Тем не менее, некому прийти и сказать, что вот вы знаете, страна устроена немножко иначе. Поэтому дело не в том, что мы, завершая, скажу, дожидаемся, опять же, когда кто-нибудь помрет. Дело в том, что мы дожидаемся, когда нынешнее единообразие сменится большей диверсификацией. Когда люди с разными опытами, с разными типами социализации смогут тоже быть причастны к процессу принятия решений. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас здесь давно ждет вопрос про губернаторов от Марины Смирновой. Екатерина Михайловна, как вы считаете, какую тактику избрать губернаторам, которых делают крайними по вопросу пандемии? Что им делать для политического выживания? Например, рязанский губернатор Любимов начал один за другим заказывать эфиры федеральной СМИ. При этом в регионе сейчас крайне много на важное направление. Заказывать эфиры федеральной СМИ. А, понятно. Решил показаться на федеральном телевидении. Понятно. Да. А до этого он был достаточно открытым, да, и делал ставки на примирение и так далее. Сменил тактику лучше. Ну, смотрите, я не знаю, слушает ли нас хоть один губернатор, но если слушает, хочу вам сказать, что, как это, я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Перекладывание ответственности на губернаторов без наделения их новыми ресурсами, это, конечно, классическая тактика федеральной власти. Хотим контролировать, но не хотим нести ответственность. Поэтому нести ответственность будете вы, а контролировать будем мы. Когда я говорила о том, что губернаторов все предыдущие годы лишали политической субъектности, я прежде всего имела в виду, конечно же, их бюджетная возможность. У них нет денег. Все равно за деньгами они должны обращаться в федеральный центр. Тем не менее, решение принимать придется им. И тут будет, конечно, очень большая разница между разными регионами. Кому губернатор какой достался? Кто какого выбрал, кто какого не выбрал, а был он прислан им, значит, откуда-то. Значит, ваш Тверской губернатор, насколько я понимаю, избирался в 2016 году, да? У вас выборы губернаторские когда? Есть тверские люди в эфире? Когда у вас ближайшие выборы? В 2021 году или в 2020? У нас в 2020, судя по всему, но здесь речь про Рязань, про рязанского губернатора. Я понимаю. Я к тому, что те губернаторы, у которых выборы в 2020 году, сейчас находятся под максимальным риском снятия, потому что тактика политического блока администрации президента, который показал себя успешной в 2019 году, состоит в том, чтобы снимать людей под выборы, присылать новых, которые более-менее успешно переизбираются, пока они еще не успели осточертеть своим гражданам. Поэтому, если у вас кто-то доживает последние месяцы, то, возможно, он их и не доживет. У вас в Твери прямые выборы губернатора, да? Потому что такое счастье тоже не везде. В Рязани, кажется, тоже. Ну, в среднерусских областях все-таки в основном стараются сохранять прибыль и выборы. И что сейчас будут делать губернаторы? Сейчас у них будет свободное творчество масс. Они будут смотреть на Собянина, в основном копировать Собянина, насколько они смогут это себе позволить. А тем не менее, те области, в которых заражение не масштабное, они будут бояться останавливать экономическую деятельность. Поэтому они будут скорее, например, действовать таким образом. Не пускать москвичей, которые считаются источником заразы, как вот происходит, например, в Иваново, да, или в некоторых других околомосковских областях, где там призывают не сдавать жилье приемшим из Москвы и вообще как-то не пускать их. А внутри своей области все-таки не закрывать все подряд, чтобы не убивать людей, чтобы не лишать их хлеба насущного. Вот что-нибудь такое будет. Кто любитель больше запретных мер, запретительных, тот будет кордоны выставлять. А если губернатор из военных или из правоохранителей, то он будет скорее этим увлекаться, например. Кто-то захочет изобразить из себя Кадырова. Вот, типа, настал мой шанс, теперь я тоже, как Рамзан Ахматович, боже мой. Будут такие глупости? Значит, кто-то уйдет в запой с перепугу, не выдержав тяжести на него навалившегося. Будет и такое. Это любят все называть каким-нибудь там сепаратистским тенденциям. На самом деле нет. Сейчас, конечно, несмотря на все призывы федерального центра, кордоны между субъектами возникнут. Люди будут не хотеть, ну, люди, губернаторы, будут не хотеть, чтобы у них вывозили какие-то товары, еду, которые им самим нужны, и они будут бояться, что к ним приедет какая-нибудь зараза. В этом смысле, конечно, москвичи, это как это, москвичи, это новый китаец. Только его трудно отличить по наружности, разве что по выговору можно отличить москвича и тут же срочно надеть на ему на голову целлофановый пакет, потому что он, наверное, несет с собой страшный вирус. А будут, к сожалению, инциденты вроде того, который случился в Коме. Коме сейчас сравнивают с Бергамо, а это вспышка в больнице. Вообще, судя по всему, главный источник опасности это врачи и врачебные учреждения. Они заражаются сами и они разносятся за раз дальше. Больница, конечно, идеальное место для того, чтобы не перезаражать. А такие, что будут, будут какие-то несчастные поселения, в которых будет итальянская свечка, то, что сейчас называется у статистиках, это грустно и плохо. Их губернаторы пострадают, как губернатор Коми, которого сменили на врача, эпидемиолога, настоящего врача, Уйбу, который теперь исполняющий обязанности в Коме. Все, конечно, в фестивале региональной самобытности кто во что горастет. На это накладывается одна тенденция, которую мы отмечали с 19-го года. Она была интересная, мы тогда на нее смотрели и не знали, что с ней делать. Это был неожиданный рост доверия к губернаторам, как бы в целом к губернаторскому корпусу, на фоне снижения доверия ко всем остальным политическим институтам. То есть у нас 19-й год был годом падения доверия ко всем. От церкви до НКО и президент, и наши два там этих других любимых лидера, армия и, значит, ФСБ. В общем, ко всем доверие стало снижаться. Ну, не стало, оно и до этого снижалось, но в 19-м году снижалось особенно резво. На этом фоне региональная власть вдруг стала выглядеть получше. То есть люди на фокус-группах, например, стали говорить такие вещи. Раньше они говорили, что наши тут, те, конечно, там типа воры, один порядочный человек, прокурор, да и тот свинья, но вот в Москве вот Путин есть, он там типа хочет хорошего. В 19-м году они стали говорить противоположное. Например, наши-то еще власти стараются что-то для людей сделать. Наш-то там губернатор, мэр как-то еще вот работает, но в Москве вот там вообще упыри сидят. Это накладывалось на антимосковские настроения, которые были, кстати, драйвером значительной части протеста 19-го года. Это тоже интересная штука. Вот эти вот все протесты антимусорные, вообще экологические, они антимосковские по своему, скажем так, политической своей мышце, которая их движет. Это раздражение против Москвы, которое деньги забирает, а мусор на голову высыпает. Вот это такой новый регионализм специфический, в который много, как всегда, на любую растущую тенденцию работают все остальные. Туда много всяких дровишек подбрасывается. Это региональный патриотизм и развитие местного туризма, всяких там, и благоустройство областных наших городов. То есть люди стали у себя проводить время, и перестала Москва быть таким светом в окошке, куда можно поехать и посмотреть там на торговый центр, Красную площадь, и вот это вот там, купить в ГУМе чего-нибудь. У себя стало достаточно приятно. Это, еще раз повторю, не сепаратизм, еще ни разу. Но это интересная тенденция. Я вижу, что эта тенденция растущая, а еще раз вернемся к нашему базовому тезису, растущая будет расти вдвое быстрее под ласковым солнцем кризиса. Это вот что касается губернаторов. Они будут в, как бы между двумя искушениями или одной опасностью и одним искушением. Им нужно показать Москве результат, но у них будет очень большой соблазн завоевывать любовь своих собственных граждан, жителей своего региона, что довольно легко будет сделать в этой ситуации. Посмотрим, кстати, как это все будет выглядеть в Москве с московским мэром, который с одной стороны фронтмен борьбы с заразой, с другой стороны вот с этим самым QR-кодом он как-то всех перепугал. Обратите внимание, как после этого московские власти захотели стать добрыми. Сегодня, правда, там что-то они опять уже на уровне Мосгордумы стали говорить нет, больше двух машин не ездить, потом опровергать вот это все. В общем, очень видна наглядно в такой ситуации, конечно, чрезвычайной. Все вот эти вот бюрократические телодвижения, они становятся очень видны, как это в известной фразе. Она, правда, про биржевую торговлю, но про политический процесс она тоже может быть сказана. Отлив, волна отхлынула, стало видно, кто купался без трусов. Все стали видны без трусов, оказывается, все купались именно без них. В общем, видно, как люди сначала что-то говорят, потом это быстро опровергают, как хочется и строгость проявить и как бы людей не раздражать. Нельзя сейчас вот пугать особенно, значит, дорогих москвичей. А как все-таки быть? В общем, опять же, как хорошо, что мы не на государственные слуги. Ага, спасибо. Так, Александр Аштейн спрашивает, выступит ли этот грин с катализатором политических процессов России? Когда Россия станет демократической страной? Я думаю, у вас это часто спрашивают. Вы знаете, станет, никуда не денется, это абсолютно неизбежный процесс, потому что то общество, которое в России сложилось, это экономическая даже система, которая в России складывается, она требует иной формы управления. Нельзя в урбанизированном городском социуме, в котором превалирует экономика услуг, управлять, как в промышленной, полупромышленной, полуаграрной стране с массовым обществом. Массового общества нет, массовой промышленности нет и нет никакого сельского населения, никакого крестьянства, как класса. Поэтому управлять надо иначе и с тем управление будет подстраиваться под меняющийся общественный запрос. Она будет сопротивляться, она будет, то, что называется по-русски, заедать чужой век, вот это вот время историческое тратить на ерунду. Это очень раздорожает. Но никуда она не денется. В среднесрочной перспективе единственно возможный, ну, скажем так, наиболее вероятный политический процесс в России это постепенная демократизация. Кстати, постепенная демократизация может выглядеть не совсем так красиво, как нам с вами кажется. Ну, например, вот сейчас у нас, как я говорила, отвечая на предыдущий вопрос, полномочия спускаются вниз. Происходит вот такой федерализм поневоле. Одно из последствий этого федерализма поневоле может стать, например, ну, скажем, чеченизация, как нынче принято выражаться, южных регионов России. Если этим субъектам дать, выбирать себе власть по-честному, то там будет очень сильна, ну, скажем так, ортодоксальная партия. Националисты, изоляционисты, религиозные всякие граждане и такая, не хочется никого обижать, но некая институциализированная кущевка. Это аграрные нравы, это власть больших сельскохозяйственных холдингов, таких мега-кулаков, и вот эти вот такие специфические системы ценностей, как раз традиционалистские. Если, еще раз повторю, они будут выбирать себе власть, они выберут покой. Это такая будет русская Алабама. Вот эти вот самые красные штаты, в смысле республиканские, они в смысле коммунистические. Я-то в том беды большой не вижу. Если они не будут там, опять же, жечь негров и устраивать погромы, то, ну, окей, если люди хотят себе ортодоксов, ну, пусть они выбирают ортодоксов и с ними живут счастливо, ходят крестным ходом. Но просто это может выглядеть не так, как мы бы хотели, что вот типа дали людям свободу, они там везде выбрали лучшезарных либералов. Они выберут лучшезарных либералов, потому что либеральная Европа ориентированная направление политической мысли сейчас вообще запрещено и приравнено государственные изменения, а это очень большой процент, очень большой процент городского населения, и оно не представлено вообще никак нигде. Поэтому, значит, от демократизации никуда мы не денемся. Станет ли пандемия катализатором чего бы то ни было? Вы знаете что? Когда началась еще до всякой эпидемии вот эта вот наша с вами пенсионная реформа, я первое, что сказала, я помню, как я это говорила на Гайдаровском форуме 15 января в Ранхикс, в нашем был Гайдаровский форум, в этот день было послание президента, в этот день правительство ушло в отставку. И я сказала, слушай, мне в этот момент пришло в голову, читайте все Дэниэл Трейсмана работу «Демократизация по ошибке». Трейсман, американский политолог, знаменитый, из UCLA, Калифорнийского университета, автор многого чего, и в том числе вот автор последней научной работы и на ее основе написанной такой более популярной статьей «Демократизация по ошибке». Он проанализировал процессы демократизации в чуть ли не 150 странах за последние 150 лет и обнаружил, что очень небольшой их процент случился из-за каких-то либеральных реформ. То есть то, что мы называем перестройкой, хотя перестройка была совершенно не этим, перестройка была попыткой сохранить социализм, немножко его там перестроив, но никак не сменив его на другую формацию. А все остальное произошло случайно. Значит, там автократия хотела завести какую-нибудь маленькую хорошую войну и проиграла ее. Пошли на выборы, выборы оказались опрокидывающими. Устроили референдум, результат оказался не такой. Начали чего-то там себе поправлять и опять же, как вы известны анекдоти, открутили гайку в кубке, на которой, оказывается, все держалось. Так вот, я это думала про эту самую конституционную реформу. Она сразу на меня повезла впечатление вот этого вот отвинчивания не ко времени, усложнения той системы, которая могла только держаться на инерции. Я не хочу сказать, что от этого прямо сейчас все рухнет. Силу инерции нельзя недооценить. Но конституционная реформа была чрезвычайно не кстати. Я прямо вижу ее в учебниках политической истории через запятую с теми совершенно необъяснимыми действиями, которые предпринимают автократии в определенный момент своего развития, когда на них кто-то находит и они начинают что-то такое вот вытворять, совершенно непонятное. Потом спрашивают, зачем, дорогой товарищ Пиночет, зачем вы устроили вот этот референдум? Зачем вы начали воевать с соседом? Ну, опять же, никто не спросит, обычно их в живых нет, либо они не дают интервью. Значит, зачем вы вот это вот стали тут ремонтировать? Пока держалось, и здесь сидели бы. Но нет, вот что-то они начинают проявлять неуместную активность. Поэтому, еще раз повторю, у нас в 18-м году произошли некоторые обрушения рейтингов, вульгарно выражаясь, некоторые изменения в общественном мнении, которые стали видны. 17-й год, между прочим, был годом начала активных городских протестов. 18-й год был годом изменения политического поведения и электорального поведения. 19-й год был годом протестов на новом уровне и их уже влияние на, ну, как вот, в случае с Мосгордумой на состав органов власти. Чем будет 20-й год, мы увидим. Но вот это вот голосование очень опасная процедура. Она опасна для общества, потому что это, ну, это квазилегальное мероприятие и оно может привести к порче нашего избирательного законодательства, чего я лично очень опасаюсь. Но оно опасно и для организаторов. Это вот как эта цепь великая, как у Никрасова, распалась, раскатилась, одним концом по барину, другим по мужику. Одним концом по нам, другим концом и по ним. Так что еще посмотрим, кто будет в большем убытке от этой всей истории. Понимаете, еще раз повторю, мы сейчас зациклены на болезни, да, ну, потому что она не дает нам из дома выйти, о чем еще можно думать. Но это пройдет. Политические процессы более долгосрочные. Поэтому я смотрю вот на это и я смотрю на эту машинку власти, как она пытается с этим делом справиться. Я не знаю на самом деле, что они будут придумывать с этим голосованием. Понимаете, в чем затык, в чем засада. Чем дальше откладывать, тем больше вероятность получить отрицательный результат. Люди, во-первых, забывают, что это такое, во-вторых, ну, слушайте, это было, все это голосование было как бы переизобретено как плебисцит о доверии президенту, а уровень доверия не растет, мягко скажем. Более того, у нас удивительным образом не произошло, по крайней мере, пока вот этого знаменитого эффекта концентрации вокруг флага. Рейлинграунд и флэпик. Сплочение в тяжелую минуту. Во всех европейских странах это случилось. Даже в Италии, где, казалось бы, такой коллапс, когда правительство предприняло меры жесткого карантина, уровень доверия взлетел. У нас нет? Нет. У правительства немножко, да, у президента не помогает. У меня плохое ощущение от вчерашнего обращения. Не в смысле плохое, что, боже, это нам грозит, нам бедой. Так-то оно мне как раз понравилось. Мне нравится и самоустранение, и передача ответственности губернаторов. Это все нормально. Но мне кажется, это будет, опять же, это не худшее из того, что было, но оно может иметь как бывает с такого рода, казалось бы, не очень значительными вещами, может иметь долгосрочный именно, ну, не хочется говорить имиджевый, это дурацкое слово, но вот именно эффект для восприятия. Понимаете, лидерская харизма загадочная вещь. Лидерская легитимность, вот этот самый второй тип легитимности по выбору революционно-харизматический, он очень неустойчивый. Все к нему стремятся, потому что он соблазнительный, он привлекательный, хочется быть вождем, и все хотят смотреть на вождя. Но он же и очень хрупкий. Нужно, если ты такой святой Георгий, надо побеждать дракона раз в неделю. Когда ты не побеждаешь дракона, или вдруг ты не выглядишь как тот, кто побеждает дракона, это очень опасный для тебя переход. Вот с этим, с этим вчерашним обращением что-то было не то. Опять же, это совсем не худшее из того, что он говорил. То, что, собственно, было сказано, было базово разумно. Но кто это скажет, для кого это важно теперь уже. Я понимаю, что это звучит несколько неопределенно, но тут я скорее делюсь своими ощущениями, чем какими-то своими выводами. Как раз по поводу вчерашнего обращения Андрей Увиков спрашивает, государство бросило нас, предпринимателей, а неужели они не просчитывают последствия отношения людей к власти, скоро выборы, и у них же есть возможность помочь? Кому суждено быть повешенным, тот повесится. Что я вам скажу? Невозможно после стольких лет работы вот этой связки власть-собственность, которая так характерна для автократии нашего типа, невозможно в голову себе поместить или, как говорят по-английски, обернуть свою голову вокруг идеи, что людям можно раздавать деньги. Вот такие слова не выговаривают. Посмотрите, как мэр Москвы, который так старается тоже быть хорошим, и у него есть шанс действительно повысить доверие к себе, как он, когда он открывает рот, он говорит, нельзя раздавать людям деньги из бюджета, бюджеты треснут. Это ужасная проговорка, потому что понятно, что у него в голове а морда не треснет денег вам давать. Ну вот, понимаете, 20 лет жили так. Как вот вдруг сейчас придумать себя социальным государством, которым ты не являешься? Это ужасно. Это ужасно, так сказать, с точки зрения общественного блага, и это ужасно для тех, кто так говорит. Они этого не то, что не понимают, но, ну, слушайте, опять же, как тут быть? Объективные, на объективные процессы работают все, и те, кто о них не знают, и особенно те, кто думают, что они с ними борются. Все равно они к тому же результату стремятся. Судьба желающего ведет, нежелающего толкает. Да, это сделает власть еще менее популярной, но она и переставала быть популярной. Да, это усиливает ту тенденцию общественного мнения, которая уже была. Да, вопрос из Израиля, хотел бы вычитать. Вы говорили, Екатерина Михайловна, Я все жду, прошу прощения, когда внесут черный ящик все-таки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, так я должна звучать. Так, слушаю, вас снимает, да, извините. Смотрите, вопрос такой, может ли коронавирус привести к марганализации некоторых групп в обществе, например, религиозных, которые не верят в опасности вируса? Религиозные группы, я понимаю, что это вопрос Израиля, не боятся марганализации, они всех остальных считают маргиналами, и у них совершенно иная система ценностей, они ориентируются на нее, поэтому нет, больше и больше марганализации, чем было, не будет, но, что интересно, если, так сказать, отмечется от Израиля, у вас специфическая ситуация, перейти на уровень всего мира, сейчас может быть нанесен мощный удар по антипрививающим, если будет изобретена вакцина и начнут всех прививать, то тогда они, конечно, вот с этим повышением доверия медицине, посмотрите, сейчас, я сказала при рекомендации ВОЗ, Центр принятия решений в планетарном масштабе становится врачебная организация, вот что удивительно, и мы еще увидим, кстати говоря, как этот уровень доверия врачам вытолкнет кого-то из них на политическую арену, я вам напомню, опять же, у нас в Social Scientist все данные заранее заготовлены, поэтому для нас ничего не является неожиданным. Значит, помните знаменитый опрос Белановского, кого из киногероев вы хотите увидеть с президентом, помните? Значит, такой первый опрос был сделан в 99-м году по заказу журнала «Коммерсант власть», через 20 лет про него вспомнили, но не будем показывать пальцем, я про него вспомнила, и вдохновившись этим группа Белановского Никольской, которая проводит фокус-группы, группа Белановского прославилась в 2011 году, когда они предсказали протесты 2011-2012 года, до этих протестов именно на материале фокус-групп, Белановский вообще был первым человеком, который начал делать фокус-группы еще в Советском Союзе в конце 80-х. Он, кстати, время от времени публикует свои расшифровки своих бесед, которые он тогда делал с красными директорами, с директорами предприятий, так интересно. Ну, то есть, тогда все директора были красные, понятно, но, в общем, с директорами советских заводов безумно интересно. Кстати, отвлекаясь от вопросов от сегодняшнего дня, базовой проблемой было повальное пьянство. Вот, кстати, как меняется социум? Мы вообще об этом забыли. Ну, кто-то пьет, пьет, это его проблема. А тогда это был такой social issue невероятный. Я думаю, что под влиянием этого была объявлена антиалкогольная компания в Советском Союзе. Так вот. Значит, это про Белановского и первого фокус-группы. Они с 2018 года делают исследования. Они, кстати, увидели падение доверия к власти до того, как его увидел кто-то другой. Они увидели распад так называемого крымского большинства дальнейшую атомизацию и вот эти вот протестные настроения они уловили раньше других. Фокус-группы это не количественные, а качественные исследования. Качественные не в смысле высококачественные, а в смысле нерепрезентативные. Но они дают интересный результат чуть заранее. Так вот. В 2019 году они решили повторить эксперимент с 99-го года, но немножко с другими киногероями, потому что все-таки 20 лет прошло, какие-то фильмы забылись, какие-то новые наснимались и спросили, кого вы хотите видеть президентом. В 99-м году победили два первых места было, это маршал Жуков из фильма «Освобождение» и Штирец. В 2019 году два первых места, это был профессор Преображенский и Катерина из фильма «Москва слезам не верит». Никто не помнит ее фамилию, по-моему, она Тихомира. Так что профессор Преображенский у нас. Потом, когда пошло у них больше регионов, там, по-моему, Катерина его победила, но долго он был на первом месте. То есть вот эти два, это два героя, вот эти два образа, которые сейчас могут быть агрегаторами доверия. Потому что мы продолжаем видеть вот это самое снижение доверия ко всем, а рост ни к кому. Я сказала про некоторый рост у губернаторов, но вообще вот этот большой, так сказать, мешок доверия, он бродит. Мешок может бродить. Ну хорошо, он стоит и ждет, кто его заберет, пока он никому не может никак приткнуться. Так вот, возвращаясь к вашей, собственно говоря, о маргинализации. Вот это вот новое доверие врачам, новое моление на медицину и то, что я называла секретизация медицины, может убить или, по крайней мере, ослабить антипрививочное движение. С другой стороны, конечно, трудно без ужаса думать, что разработают быстро вакцину и начнут ее массово применять, и мы не будем знать, каковы ее побочные эффекты, иначе какие там индивидуальные непереносимости, как она подействует, а те, кто будет отказываться, прививаться, объявят врагом народа и принудительно вакцинируют в коммунарке. Это, конечно, тоже нам ожидается у нас веселые времена, но это вот секретизация медицины, она примерно такая. И последнее, последнее, что скажу по поводу религиозных групп маргинализации. Смотрите, как все церкви тоже встраиваются в колонну, тоже идут в ногу. Наша РПЦ немножко побрыкалась, сказала, что через причастие не передается, зараза, и вообще в храмы надо всем ходить, а потом отлично все сказали, что нет, ладно, хорошо, мы, значит, все закроем. И мусульмане ведут себя прилично, и все ведут себя прилично, все позакрывали, иконы не целуют, решетку не облизывают после того, как в Иране из-за этого все поперемерли. В общем, как-то мы видим, что религиозное сознание точно так же подчиняется гуманистическим ценностям, то есть антропоцентрисским, тем, которые ставят человека в центр, как и все остальные. Так что не только не происходит маргинализация религиозных групп, наоборот, они растворяются, в общем, так сказать, море человечества, которое поклоняется науке, а вовсе не религии. Так, у нас сейчас голосовой вопрос, включаем. Чупин, некто Чупин, у вас пока еще не знаком, вот познакомимся. Екатерина, здравствуйте, меня зовут Константин. У меня вопрос тоже немножко не по так сказать, не по мейнстримовой теме. Вот меня всегда в России беспокоил институт регистрации по месту жительства. Вот, просто если мы возьмем какой-нибудь крупный город, ну, тут же Москву, Новосибирск, ну, просто вот, раньше жил Новосибирск, сейчас в Москве, и очень многие люди там, по сути, жилья-то в собственности не имеют. Тем более, если мы говорим про молодых, потому что я, например, тоже не сторонник, так сказать, той идеи, что у тебя должно быть жилье в собственности. Вот, но в данном случае получается, что они ущемлены, ну, в первую очередь в избирательных правах, потому что, да, какие-то там, насколько я знаю, муниципальные выборы по временной регистрации в течение года возможны, а вот, например, губернаторские, насколько я знаю, нет. Вот, хотелось бы узнать, как в других странах вот, собственно, к этому вопросу подходит, то есть, как там осуществляется привязка гражданина там к муниципалитету, субъекту федерации и всякое такое. И, соответственно, насколько порочна вот эта практика того, что у нас это, по сути, ценз на собственность. Избирательный ценз по признаку, имущественный ценз, да, по признаку владения собственностью. Совершенно верно. Система регистрации, унаследованного от советской власти, является производной от дефицита жилья. Давайте это скажем простыми словами. Это инструмент лимитирования в условиях вот этой вот искусственно поддерживаемой советской тесноты. С новой, так сказать, жизнью тесноты стало чуть поменьше, жилья стало несколько побольше. Тем не менее, интересы вот этой самой секьюрити и желание государства все контролировать, оно сохраняет, особенно в крупных городах, этот самый институт регистрации или прописки. А как в других странах это происходит? Ну, например, в городе Нью-Йорке, который тоже заселен приезжими арендаторами, по квитанции ЖКХ можно проголосовать. То есть, если ты доказываешь, что ты платишь за коммунальные услуги, значит, ты можешь голосовать, по крайней мере, на местных выборах. По-моему, и на президентских на самом деле тоже. У нас это очень действительно серьезный ценз особенности в Москве, где де-факто голосовать могут собственники жилья и их родственники, и все. То есть, те, кого они постоянно у себя пропишут. Это в высшей степени несправедливо, потому что вот это вот мобильное, собственно, работающее молодое население каким образом отрезано от политического процесса. Да, это плохо, да, это надо все менять. Я не знаю, каким образом можно наладить эту систему без вот этой вот ограничивающей прописки, но, слушайте, мы не одни на лице земли такие, не единственный мы крупный город на свете, поэтому я думаю, что есть тут опыт, я не знаю, надо посмотреть, как в Берлине, Берлин похож на Москву в этом отношении, тоже город приезжих и тоже город, где все все арендуют, соответственно, надо посмотреть, как у них и тоже так сделать. Люди, которые работают в городе, платят налоги и, собственно, создают его своим трудом, должны иметь право голосовать на выборы городских и, собственно говоря, на выборах региональных тоже, потому что они часть этого региона, но Москва как раз сама себе регион, так что это здесь одна проблема, а не дверь. Спасибо. Большой вопрос от Татьяны. Екатерина, вы говорите, что в кризисе быстро загнется то, что уже загибается. Учитывая, что давно загибается качество муниципального управления, особенно в малых городах, означает ли это, что это все куда-то упадет? Политический кризис и кризис регионального управления усугубится. Какие могут быть сценарии? Вы знаете, действительно, ответственность переходит на тот этаж, который до этого очень долго, так сказать, выскребали изнутри, то есть там теперь такая тоненькая скоробка, на которую возложена довольно большая тяжесть, это правда. Будут какие-то коллапсирующие поселения, не дай бог, конечно, но будут. Я же сказала про Коми, да, и про Бергамо, будут, видимо, какие-то места, куда будут вводить прямое федеральное управление, придется. Но, понимаете, муниципальное управление не загибалось, я тут с вами не соглашусь. На самом деле, вот те тенденции нового регионализма, о которых я говорила, они скорее подпитывали этот самый местный уровень. Ему не давали развиваться, потому что у муниципалитетов нет прав, нет денег, и муниципальные выборы запрещены. Я еще раз скажу то, что я говорила, худшее из политических реформ последних 10 лет, это убийство прямых выборов мэров. Это вот эти вот безумные совершенно системы выборов сети-менеджеров и им подобные суррогаты. Этого не должно быть. В городах живут люди, Россия городская сторона, и они должны, эти горожане должны иметь возможность выбирать себе своего непосредственного начальника. Все выборы мэров должны быть прямые в столицах и вне столицах. Я думаю, что возможно, что этот самый местный патриотизм будет наоборот нарастать, и люди будут как-то требовать того, чтобы выборы вернули, чтобы они могли, вообще-то говоря, влиять на то, что происходит непосредственно с ними, и то, что непосредственно у них на головах делаете. Но, еще раз скажу, будут и какие-то, будут и какие-то плохие примеры, потому что среди назначенных начальников есть, ну, просто неадекватные люди. В мирное время это было ничего, как-то все жили, опять же, день прошел, их смерти ближе, а сейчас это может приводить к плохим последствиям, вообще к таким очень видимым. Ну, то есть там была какая-нибудь больница, там всех позаразили, начали все умирать, люди начали там разбегаться или даже без болезни, а просто какой-нибудь дурной мэр закрыл все на свете, и через 10 дней начались грабежи продуктовых магазинов. Екатерина Александровна, вопрос, останемся ли мы все на удаленке, когда пандемия закончится? Или наоборот, или наоборот, все настолько соскучатся, что понесутся работать. Я могу сказать, что вот этот вот опыт, принудительный опыт всеобщей работы на удаленке, в общем, всем показал, насколько это выгодно работодателю, а не работнику. Работодатель возлагает значительную часть своих обязанностей и расходов на сотрудничество сотрудника. Сотрудник свое рабочее место, сам оплачивает, сам отапливает, сам освещает, сам убирает и сам себя кормит. А работу делает ту же самую. Представляете, какая прелесть? До этого нам казалось, что работа из дома это такая привилегия, не надо ездить, терять время в транспорте, не надо, понимаете ли, наряжаться в офисный костюм, сидишь с тебе дома в пижамке и в комфортных условиях работаешь. Выяснилось, что ничего подобного, что ты приезжаешь, транспорт тебя везет или в твоей машинке ты спокойно едешь, потом ты приходишь в убранное помещение, где для тебя стоит стол и настроен компьютер, есть IT-служба и поменят-то лампочка, если она перегорела, и у тебя есть столовая или рядом есть куда пойти, где тебе принесут еду и унесут еду и посуд за тебя помоют. И еще плюс за это ты и деньги получаешь. А на удаленке ничего подобного нет. И еще твои дети бегают вокруг тебя и тебе надо им налаживать учебный процесс тоже за свое собственное время. Поэтому до всех уже дошло, как мало времени остается, когда дома сидишь, да? Совсем нисколько не остается. Поэтому я не уверена, что все прям так прочувствуют сладость удаленной работы. Но работодатели, конечно, ее прочувствуют. Вообще говоря, люди, которые работают на дому, должны получать больше. Должна быть надбавка за это. Я к вам не еду, я не нагружаю общественный транспорт, я не просиживаю ваш стул, я не потребляю вашу электроэнергию и тепло, а я сам себе оплачиваю электроэнергию и тепло. Вы мне должны эти расходы компенсировать. По уму, еще раз повторю, в социальном государстве, в государстве, где граждане влияют на принятие решений, они требуют, чтобы вот эти вот расходы им компенсировали. Что если я работаю на дому, то, например, 50% моих коммунальных услуг оплачивает мой работодатель. Это абсолютно нормально и экономически целесообразно. Еще, кстати, одна вещь, которая была, так сказать, прорастала, по крайней мере, в странах Первого мира и, видимо, будет развиваться, это знаменитый БОДДА, базовый обязательный доход. Он же УНИ, универсальный, значит, гражданский доход. Ну, смотрите, в Соединенных Штатах и в Германии вот оно сейчас просто раздают людям деньги. Как-то называется нынче тупо. Раздают деньги, определенную сумму людям всем. Это оно. Это стимулирование спроса путем раздачи денег. У нас такое, еще раз повторю, в голову не укладывается вообще никак. Но, тем не менее, в Первом мире это, похоже, становится реальностью. Потому что, как я уже говорила давно, когда это еще не было мейнстримом, в новой экономике, которая называется у кого-то экономикой посттруда, у кого-то экономикой постдефицита, основной гражданской добродетелью является не производство, а потребление. Производить за вас робот произведет, но он не потребит. Вы должны быть потребителем, чтобы гонять кровь по жилам экономики. А для того, чтобы вы могли быть потребителем, вам нужно выдать денежку. Вы ее обратно отдаете, вы ее вводите в экономический оборот, и от нее расцветает 100 цветов, собственно говоря, экономического роста. Сейчас нам это тоже наглядно видно. Потребители уселись по домам и умирают в индустрии сервиса. Они восстановятся. Но потребители выйдут из домов очень сильно обедневшими, не говоря еще о том, что они выйдут обросшими, с некрашенными волосами, ненарощенными ресницами, без маникюра, страшнее войны. Это будет интересное зрение еще. Катерина Михайловна, там еще была вторая часть вопроса про образование. Может быть, тем перейти на онлайн-образование? Например, так можно проблемы буллинга избежать в школах. Тогда перед нами встанет проблема кибербуллинга. Одна вида решается, а другая, наоборот, начинается. Начну, смотрите. Я вам могу сказать по своему собственному опыту. Чем старше ребенок, тем, конечно же, соблазнительнее онлайн-обучение. Это правда. Маленьким нельзя. Они не могут этого делать, и родители не могут это организовать. Невозможно возлагать на родителей ответственность за обучение своих детей. Существует какой-то странный психологический барьер. Как вот врач не может, так сказать, самому себе вырезать аппендикс, хотя такие случаи были. Так нельзя учить своего ребенка тому, что ты знаешь. Это все описано уже в «Войне и мире», когда княжна Мария пытается Николеньку, маленького Николеньку учить, и ничего у нее не получается. Там она как-то там написано, с ужасом обнаружила в себе нрав своего отца, она начинает на нее кричать, тот плачет, она, значит, плачет, потом он приходит и ее утешает, значит, из-за угла, куда она его поставила. Все это так relatable, настолько понятно. Своего ребенка нельзя учить почему-то, должен быть чужой ребенок. Поэтому с маленькими – нет, с взрослыми – kind of можно, но это не может быть единственным инструментом. Какое-то сочетание должно быть основных занятий, например, очных и занятий онлайн, дополнительных. Понимаете, основная задача школы – это ведь не передача знаний, вас обманывали все эти годы, это социализация. Школа – это выстроенный обществом инструмент, в котором общество для себя изготавливает пригодных граждан. Школа учит не таблиц Менделеева, не таблиц умножения. Школа учит общаться с другими людьми, подчиняться, выполнять команды, работать самостоятельно, работать в группе, вступать в конфликты, разрешать конфликты. Этот опыт нельзя получить онлайн. Поэтому нет, все не перейдем, и не хотелось бы, чтобы это стало новым социальным разделением. Ну, онлайн-образование для бедных и для социально депривированных, и они становятся от этого еще более социально депривированными, поскольку не получают опыт. А для, так сказать, будущих правящих классов, для них традиционные Оксфорд, Кембридж и Гарвард с деревянными скамейками, с преподавателем, с доской и с мелом. Вот там их будут учить, как это, а твоя римлян забота управлять народами. Не хотелось бы такого. Екатерина Михайловна, еще спрашивают, как вы считаете, при каких условиях нам все-таки веду ЧАЭС? Не веду. Если не будет, грубо говоря, если не будет горы трупов, на что мы надеемся, не введут. В отдельных территориях, еще раз повторю, это может произойти. Вот то, о чем я, собственно, говорила. Будут какие-то точки бедствия, куда надо будет отправлять федеральный десант. Но, значит, ЧАЭС вводить не будут, если не будет экспоненциального роста числа заболевших. Мы не знаем, как оно будет. Специалисты по медицинской статистике и вообще специалисты по статистике строят разные схемы. Может быть, нам повезло, и мы, ну, достаточно рано начали эту самую самоизоляцию. Не так много нам привезли вируса. Сейчас есть теория, что в Италии вирус этот был какой-то особенно свирепый, потому что он был, так сказать, первой производной, а нам уже какая-то вторая производная досталась. Опять же, я не знаю, я не хочу сейчас какую-то недостоверную медицинскую информацию распространять. Но если вот не будет такого всеобщего морового поветрия, то до последнего будут избегать введения любых официально закрепленных режимов ЧАЭС и ЧП. Потому что, как верно объяснил наш коллега Чиков, Павел Адвокат из Агоры, в случае убытков, причиненных антиэпидемиологическими санитарными мероприятиями, государство обязано их компенсировать. Для того, чтобы этого не делать, выдумываются все вот эти нерабочие дни. И именно по этой причине у нас по-прежнему режим повышенной готовности, а не режим чрезвычайной ситуации. Вот эти все убытки, которые вы причинили, вы причинили себе сами, как бы говорит нам государство. Это не мы вам это устроили. Это все придумано, чтобы не платить. Это действительно грубое и оскорбительное объяснение, но оно, увы, и является основным. Тут мы как это, зовем АКАМа, берем бритву, все отрезаем. Екатерина Михайловна, вопрос от Семена Аргентова. Насколько такая общая проблема, как пандемия, может унизить атомизацию российского общества и поднять требования граждан в классе? Это может быть следствием. Сначала все, естественно, атомизируются, каждый в своей маске и боится окружающих, потому что они его заразят, на него накашляют, но ощущение вот этого, как я сказала, разделенного опыта, вот этой общей беды, оно создает некую платформу для объединения. Это, конечно, то, что происходит, это такая вторая мировая для миллениалов. Опять же, трупов мало, а впечатлений масса. Вот, не столько жертв, сколько сильных ощущений экзистенциальных. А поэтому мы про это все будем рассказывать нашим деточкам и внуточкам, кто-кто до них доживет. И на этом основании, типа, да что ты понимаешь, а я в карантине сидел, а ты кто? Вот мы будем такие ветераны этой войны и будем ходить очень с гордым таким видом людей, переживших многое. Я гречку запасал, да я туалетной бумагой весь обмотался. Что ты знаешь о жизни сопляк? Вот, примерно так это будет выглядеть. Это все не бесполезно на самом деле, потому что действительно создает вот эту некую общую платформу, на основании которой можно, к чему я-то клоню, меня-то что волнует, на основании которой можно предъявлять политические требования. Типа, вот у нас была беда, вы с ней не справились, уходите отсюда. Или, значит, мы пережили такое вместе, мы заслуживаем, что нам, например, вернули избирательные права для разнообразия. Да? Вот смотрите, какие мы молодцы, какие мы дисциплинированные и хорошие. Или вы нас довели до, значит, Сугундера своими мерами, опять же, уходите отсюда, дайте нам порулить. Это все может быть основанием для политического объединения. Меня отволнует именно это, чтобы граждане научились действовать совместно в политическом пространстве. Ага, Екатерина Михайловна, вот тут поступает два вопроса про силовиков. Как вы думаете, как нужно кооптировать текущих силовиков в прекрасную Россию и будущего? Да, я вижу этот вопрос, я его читаю, как кооптировать их много, куда-куда их девать. Да, это проблема. Это проблема, так сказать, стрельцов. Куда-куда, как с ними быть. Сразу скажу, что рубить голову никому перед Кремлевской стеной не надо. Этого и не будет никто делать, потому что нравы изменились непоправимо. Я бы тоже также предостерегла мечтающих иллюстраций. Во-первых, люди не понимают, что значит термин иллюстрация, они думают, что это тип децимации и дефинистрации одновременно. Нет. Иллюстрация – это действительно поражение в правах, вводимое законом. Она в тех странах, где она действительно проводилась в странах Восточной Европы и привела к какой-то пользе, иллюстрация была ограничена как по времени применения, так и по кругу задействованных, пораженных, собственно, в правах лиц. Ну, например, людям запрещается баллотироваться на избранные должности в течение определенного срока. Тем, кто занимал, опять же, должность и начинается в определенном уровне. Или увольняются все судьи и действовавшие при прежнем режиме судьи не могут быть судьями, опять же, в течение пяти лет. Нельзя создавать, как показал политический опыт постсоветских стран, нельзя создавать сословие лишенцев. То есть, что это лишенцы, да, никто же не помнит, что это такое. Первая Советская Конституция закрепляла правовое неравенство граждан. Представители, так сказать, враждебных сословий не имели гражданского права. Вот это вот плохая штука. Она, собственно говоря, ну, во-первых, она обижает людей, провоцирует гражданскую войну, а во-вторых, она очень сильно, так сказать, варваризирует ту власть, которая в состоянии накладывать такие ограничения и поддерживать их. Она становится тоталитарной. Она становится иронической, и это плохо. Поэтому у нас действительно, как известно, самое большое количество полицейских на 100 тысяч населения среди крупных стран. Среди стран с населением выше 50 миллионов человек. Турция с нами пытается соревноваться в этом отношении, но, по-моему, пока мы держим гордую пальму первенства. У нас больше полицейских на 100 тысяч, чем в Китае, больше, чем в США, в стране с очень высокой насильственной преступностью и с огромным тюремным населением. Мы просто, вот полицейское государство в буквальном смысле этого термина. Значит, никуда девать их не получится. Массово их уволить это, как вы понимаете, создать организованный преступный отряд. Их и не надо увольнять. Значит, как это делается? Давайте расскажу. Это делается двумя простыми шагами. Меняется законодательная база А, и Б, производится несколько одномоментных, показательных, не расстрелов, а кадровых решений. То есть, опять же, не надо никого расстреливать, но, условно говоря, в 1953 году, когда умер Сталин, что сделала советская верхушка? Не отличавшаяся ни высокой нравственности, ни политической культурой и состоявшая, давайте смотреть правду в глаза, из уголовников. Что они сделали? Они выбрали одного среди себя, которого назначили главным виноватым, рухи полокси в крови, они все были по уши в крови, но они нашли Берию и застрелили его. После этого они сделали договор между собой о том, что мы своих не убиваем, мы не будем больше убивать друг друга. Будем отправлять на пенсию, будем посылать на сельское хозяйство, но убивать не будем. Этот договор держался до 1991 года и, в общем-то, держится и до сих пор более или менее. Вот на что способны даже такие бароны-разбойники, какими были эти самые советские наши партийные вожди. Вот примерно так это и работает. то есть каких-то людей, которые совсем уже замазались, неизвестно в чем, вы увольняете и принимаете новый корпус законодательства. Вы меняете уголовный кодекс, уголовно-исполнительный, уголовно-процессуальный, вы меняете закон о статусе судей и о судебной системе и закон о полиции. Все эти проекты уже давно написаны. У нас есть великолепные совершенно центры умственной деятельности, институты и общественные организации, в которых все это уже давным-давно готово. Все это написано, судебная реформа прописана, полицейская реформа прописана, реформа служб безопасности тоже есть. Вот бери прям методичечку и по ней и работай. Это не беном Ньютона, это не непреодолимое препятствие. Для этого нужна общественная поддержка, то, что у нас называется эхемизмом политическая воля. Политическая воля, знаете, когда бывает, когда есть общественный запрос. Тут политическая воля просыпается даже у самых безвольных, а если его нету, то, соответственно, больше ничего и нету. Ну и необходимо удачное стечение обстоятельств, так называемое окно возможностей. Чему у нас, кстати, научились в событии последних лет? Это потому, что когда окно возможностей открывается, нужно засовывать туда вообще все, что можно. Дают вам палец, откусывайте руку, открылась щель, суйте туда голову. Вот. Это, конечно, несколько опасно, может голова треснет, но тем не менее, щель надо обязательно расширять, потому что открывается оно ненадолго. Вот это вот состояние общества, когда оно готово идти на изменения, оно долго не длится, потому что мы люди, так психически устроены, что мы все-таки ценим стабильность больше, чем изменения. Поэтому, когда мы вдруг начинаем хотеть изменений, надо быстро-быстро прямо вот бежать и эти изменения производить. Это знал Владимир Ильич Ленин, старый упырь, он в этом своем, так сказать, в этом своем специфическом, специфической сфере, а именно насильственном захвате и удержании власти, он понимал. Мы не хотим насильственно захватывать и удерживать власть, дело не в этом. Но действительно, вот это сегодня-рано-завтра будет поздно, это бывает в политическом процессе, нужно уметь этот момент ловить. Но для этого существуют люди с развитым политическим инстинктом, политические животные, так сказать, по Аристотелю. Они есть среди нас, наверное. Екатерина Михайловна, от Александра Суханова поступает вопрос. В Штатах резко выросла популярность губернатора Нью-Йорка, потому что он отлично справляется с пандемией. А в России возможен такой сценарий? Может ли губернатор снискать популярность народа и элит, если он хорошо справится с бедой? Знаете, я думаю, что мы на этот вопрос ответили. В предыдущих вопросах да, такое может быть. Сейчас это, в принципе, происходит с Собяниным. Если он не поломает себе всю малину на этих самых QR-кодах, а судя по тому, как быстро все откатили назад, есть понимание того, насколько это опасно злить людей, да, что вот именно тут, это все очень интересно, как происходит это взаимное продавливание общества власти. Вот это можно, это нельзя. Там ходить пешком в магазин мы согласны, а получать на это разрешение в телефоне мы не согласны. И приложение ваше не будем ставить, а вообще снесем его к чертовой матери из World Play. А вот это происходит прямо сейчас, действительно, в режиме реального времени. Но тут есть и шанс. Действительно, вот это непрекаянное народное доверие, оно есть. И тот, кто в тяжелую минуту крепкой рукой перехватывает роль управления, куда-нибудь там его дергает, он может, как, опять же, по русской пословице, обрести либо грудь в крестах, либо голову в кустах. Посмотрим. Наши управленцы, они не знали политической конкуренции. Почти никто из них не выигрывал ни на каких конкурентных выборов. Они тренировались и отбирались совершенно на другое, на угадывание сигналов от начальства и выполнение его невысказанных и уж тем более высказанных пожеланий. Поэтому они не очень умеют, как нынешне выражаются, в народную любовь. Она им не нужна была. Но сейчас, когда такой большой соблазн все-таки этот ресурс бесценный обрести и потом торговаться с федералами уже из этой позиции, типа «меня-то люди поддерживают, а вы кто? А у вас что есть?» Как опять же сказал якобы Сталин про Папу Римского, «а сколько у него батальонов? А сколько у тебя зрителей в Ютьюбе?» «А у меня вот столько, а у тебя?» Это очень соблазнительная позиция. Поэтому, может быть, будут люди учиться на ходу. Может быть, мы увидим какие-то внезапные таланты в тех, кто до этого, так сказать, скорвал их, в том числе от самого себя. Но будут и какие-то чудовищные провалы. Губернаторский корпус довольно низкокачественный. Он затачивался не под это. Почти никто из них, насколько я понимаю, не умеет с людьми коммуницировать. А запрос именно на это, на коммуникацию и сейчас тем более на информацию, на отсутствие вранья, на интонацию, которой можно верить. Люди недоверчивые. Опять же, уровень доверия у нас и так был низкий. Мягко говоря, пандемия его не повышает. Поэтому люди подозревают все подряд. От того, что вирус выдуман, что, между нами говоря, невозможно. Все цифры мы увидим. Можно скрывать, можно называть коронавирус внебольничной пневмонией. Это можно, но труп спрятать нельзя в нынешней ситуации. Поэтому все цифры мы увидим. Так что интересно. Посмотрим мы на это, так сказать, соревнование губернаторов. Не хотелось бы оказаться на их месте, но посмотреть будет любопытно. Я прошу прощения у модераторов еще задать вопрос. Значит, у нас прошло наши полтора часа. Мы готовы, наверное, несчастный спикер готов еще ответить на вопрос. Например, сколько у нас вопросов еще? У нас ведь много вопросов, да? У нас нет, на самом деле, немного, буквально 2-3 вопроса. Ну, давайте, 3 вопроса. Я постараюсь кратко отвечать и после этого как это отпустит душ на покаяние. Хорошо? Да, конечно. Они личные, на самом деле. Будете ли вы участвовать в политической борьбе и строгий ли вы преподаватель? Два подряд. Перестали ли вы пить коньяк по утрам? Как в Карлсоне. Хороший вопрос. Сверху я сейчас в политической борьбе. По политической борьбой, вольной политической борьбой, визма подразумевается все-таки электоральный процесс. Ну, что я вам должна сказать? Разумеется, в, опять же, политической системе здорового человека люди с моим опытом, в смысле, с моим огромным опытом, а просто с моей биографией, они, в общем, ошиваются где-то в районе каких-то представительных органов. Это понятно, да? Ну, если ты там работаешь в парламенте долго, если ты пропишешь диссертацию, если ты изучаешь его работу, то, наверное, у тебя возникает желание как-то там поиграть на скрипке Страдиваре, а также пострелять из пистолета Дзержинского и самому. Может быть, и не надо этого делать, потому что тому, кто слишком много об этом знает, может быть, не надо в этом участвовать. Возможно, в законотворческий процесс лучше пускать тех, кто так более с мороза пришел. Но, тем не менее, я бы сказала так, если бы у нас хотя бы на 25% была менее безумной внутриполитическая ситуация, я бы, наверное, в той или иной степени была бы на госслужбе. Я была на госслужбе, много счастливых лет там провела, мне это нравится. Я, как не покажется вам это странно, я довольно аппаратный человек, я понимаю эту работу и, в общем, с симпатией отношусь к госслужащим. Я считаю, что они базово приносят некоторую общественную пользу, если их не слишком много и они не слишком прожорны. А в условиях нынешних процесс контролируется людьми, с которыми нельзя иметь дело на самом-то деле. Но, опять, что значит нельзя? Ну, вот была я в СПЧ. Это было весело. Это было весело, это было не бесполезно. Мы, конечно, общими усилиями нескольких членов Совета его разгрохали. Но перед этим, как это он, ты просиял бы и угас. Как в известном стихотворении просиял, он чрезвычайно ярко. То есть, ну, в общем, навык-то есть, как можно использовать почти любую публичную структуру для того, чтобы она начала делать то, чего она о себе даже не подозревала, что она может. Но, действительно, пока ситуация не изменилась качественно, в наших условиях, ну, вот если так уж совсем, грубо, баллотироваться куда бы то ни было, это коня потерять и себя потерять. Особенно, если у тебя нет ничего, кроме своей репутации. Утратить ее это слишком дорого. Я лучше по YouTube буду выступать, у меня там большая и благодарная аудитория. По крайней мере, пока. Так, меня спросили строгие ли я преподаватель. Я боюсь, что я такой преподаватель, который, так сказать, настолько увлечен своим предметом, что мне кажется, что все остальные тоже должны прям с увлечением слушать про законотворческий процесс, а потом догнать их и еще им рассказать про законотворческий процесс. Боже, это же так интересно. Что может быть увлекательнее думского регламента? Сейчас я вам расскажу. Поправьте их в втором учтении. Какая прелесть. Поэтому, может быть, я такой преподаватель, который благодарен студентам за то, что они вообще все это слушают, и за это я готова к ним быть снисходительнее. Мне какие-то очень хорошие студенты преподавали всю мою не очень длинную пока преподавательскую карьеру. Я преподаю с 13-го года у бакалавров, то есть вот у таких молоденьких студентов, и последний год у магистров. И это как-то очень увлекательно и здорово. Есть люди, которые закончили, я там слежу за их карьерой, они всячески работают в разных интересных местах, вот, и пишут, написали, и пишут всякие прекрасные дипломные курсовые работы на интересующие меня темы. Поэтому, я думаю, что преподаватель должен быть каким-то строгим. Он должен, наверное, ну, во-первых, да, любить свой предмет, но это легко. А также все-таки не быть совсем таким тетерем, но такой, который говорит о своем и вообще уже не везде его слушает или нет. Вот это скорее моя, наверное, проблема. Так, и последний вопрос. Какой еще вопрос не прозвучал? А, не появилась ли стратегия голосования за и против поправок, идти или не идти? Значит, смотрите, я немножко про это сказала, чем дальше откладывается дата голосования, тем больше резон прийти и проголосовать против. Чем ближе дата, тем больше резона не участвовать. Пока так. Дальше посмотрим, как оно будет. Так, вижу и приветствую кота, участвующего в нашей трансляции. Кот, я надеюсь, тоже извлекает для себя какую-то пользу. И последний вопрос. Какой был последний вопрос? Удовольствие вас про Дудя? Не пригласил меня Дудя? Нет, Дудя меня не приглашал. Я вот была у Варламова, что я могу сказать. Прибавилась после этого подписчиков в Ютьюбе, могу сфиксировать. Такое дело. Дудя не приглашал, но он теперь же снимает какие-то фильмы, которые выдающиеся, совершенно великие, и меняют общественные мнения в России. Я этого ничего не смотрела, потому что некогда, но как это ценю и поддерживаю эту общественную деятельность. Вот это вот то, что могу сказать. Так, дорогие слушатели. А Шехман, да, у Шехман была. Так, регистрация без служительства в ДФЛ, не буду отвечать, много букв. Не знаю. Нельзя быть, нельзя открыть. Сейчас, мама. Дорогие слушатели, хочу поблагодарить за их прекрасные лица в квадратиках. Вы, наверное, видели все эти картинки, где тайная вечеря или анатомирование трупа Рембрандта вот в таком виде сделано, как конференция в Зуме. Вот у нас сейчас примерно такая же история. Я с Зумом работаю как преподаватель, мне на самом деле нравится эта система, и сейчас я еще раз убедила, что она вполне-вполне работает. Было ли всем все хорошо слышно? Было? Было. Хорошо. Ура. Да, всем было да. Огонь. Спасибо. Спасибо. Боже мой. Ура. Спасибо вам. Вас тоже было видно и слышно. Смотреть на вас с большой удовольствием. Спасибо, спасибо. Еще раз повторю, приятно смотреть на людей. Поблагодарим нашу Тверскую площадку за предоставленную возможность. Любовь, спасибо вам. Спасибо. Можно я минутку рекламу все-таки, полсекунды? Давайте. 9 апреля мы здесь же в Зуме встречаемся с Андреем Мовчаном, тоже прекрасный эксперт, мне кажется, для аудитории, которая сегодня здесь собралась. О, слушайте, вот эти все вопросы про НДФЛ и про то, кого где регистрировать, все отправляйте в Мовчину. Ну, да, там же анонсы будут на сайте Виктория и на моих проявлениях в Фейсбуке, с кем-то мы уже пересекались, в общем, все можно будет найти. И у нас еще есть классный журнал, и мы его распространяли через живые мероприятия, но сейчас их нет. В той ствери мы, в общем, можем доставить. Кстати, Женя Тимонова, Екатерина Михайловна, мне кажется... А, да, мы с ней тоже совместно снимались про, что я там рассказывала, про продуктивное поведение и второй демографический переход, и очень здорово получилось. Она большой-большой молодец и делает всякие увлекательные ролики с животными. А сейчас напишет в Фейсбуке, тоже так вообще смешно и весело, я ее читаю с большим удовольствием. В общем, вот так. Друзья, все, спасибо большое, до новых приятных встреч, Екатерина Михайловна, спасибо вам. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok